Всем привет, друзья! С вами Андрей. Это канал Футбол. Это жизнь. Это обзор 1-8 Лиги Чемпионов. Итак, пока что мировой футбол все-таки возвращается. Сегодня, когда я записываю этот ролик, вернулась Бундеслига, поэтому много идет разговоров о возвращении Лиги Чемпионов. Так что, по крайней мере, мы будем, естественно, симулировать дальше матч, как только мы узнаем жеребьевку после 1-8 Лиги Чемпионов. На данный момент у нас известна только 1-8 Лиги Чемпионов и пары в 1-8 Лиге Европы. Их мы тоже отыграем в скором времени и выйдет ролик на канале. Ну, а пока что 1-8 Лиги Чемпионов. Поехали! Итак, начинается у нас плей-офф с матча Боруссия против ПСЖ. Первый матч, естественно, мы не будем с вами смотреть, потому что там была нулевая ничья. Мы практически сейчас будем так сами делать, чтобы уменьшать хронометраж ролика. Все-таки групповой этап это борьба за каждое очко, а здесь все-таки ничельные результаты практически ничего не приносят. Это именно нулевые. Поэтому Боруссия Дорфин против ПСЖ сыграли в Германии в ничью 0-0. А вот уже на стадионе Парк Де Пренс выходит вперед именно ПСЖ. Замечательный пас и отличная реализация. И это был единственный гол в этом двухматчевом противостоянии. Он все решил, так же, как и в реальной жизни, дальше проходит ПСЖ. Ну и у нас следующая пара. Здесь мы уже посмотрим двухматчевое противостояние. Это Атлетик Мадрид против Ливерпуля. Ливерпуль обладатель прошлогодней Лиги Чемпионов. Это финалист позапрошлой Лиги Чемпионов. Но в этом сезоне они в реальной жизни вылетают из Лиги Чемпионов от Мадридского Атлетика в реальной жизни. Ну и у нас здесь тоже матч очень интересный. На стадионе Ванда Метрополитана, где в прошлом сезоне играл Ливерпуль. Финал своей Лиги Чемпионов. В этом сезоне пока что против Атлетика они теряют очки. Единственный мяч в этом матче забил, например, Анхель Каре. Замечательный игрок аргентинской национальности. Этот гол стал решающим, можно так сказать. Атлетика, так сказать, не отдает Ливерпулю домашнюю победу свою. И выигрывает с минимальным счетом 1. Так что на Энфилде будет небольшое преимущество со стороны Атлетика. Ну, как я и говорил, матч заканчивается с минимальным счетом в пользу Атлетика. Теперь уже Энфилд в прошлом сезоне Ливерпулю очень помог. Именно Энфилд они прошли, получается, финал против Барселоны. Проигрывая 3-0 в гостях, они проиграли все-таки эту встречу. Но дома на Энфилде они забили 4 безответных мяча Барселоне. Ну и вот так вот уже Киран Трипье нарушает. И пенальти будет пробивать именно Ливерпуль. В самом начале матча, мне кажется, финал Лиги Чемпионов также более-менее себя напоминал. Вроде бы только пенальти было чуть пораньше. В мячу подходит Мухаммед Салах. Удар. И это гол. 1-1. Ливерпуль сравнялся благодаря забитому с пенальти. Мухаммед Салах открывает счет в сегодняшнем матче. Ну и Ливерпуль все-таки, наверное, возвращается именно в ту форму, которая была в прошлом сезоне. В этом сезоне они еще не чемпионы Англии. Если все-таки АПЛ будет возвращаться, то они доиграют все матчи. Но на данный момент все-таки Ливерпуль идет на первой строчке в английской премьер-лиге. Ну и на этом, друзья, голы у нас не закончились. Через пару минут буквально Мадридская Атлетика вот так вот быстро разыграла эту атаку. И Марата забивает, сравнивая счет, забивая выездой, между прочим, мяч. И сейчас Атлетика, даже если забьет один мяч, что будет в общем счете 2-2, то это все равно этого не хватит, так как у Атлетика вот сейчас вот есть этот выездной гол. Теперь Ливерпулю нужно забивать 2, но этого не произойдет. И, так сказать, финальную точку в этом противостоянии ставит именно Альваро Марата, забивая Ливерпулю и выбивает их в нашей лиге чемпионов. 2-1 в общей сумме выходит дальше Атлетика. Ну и мы потихонечку перемещаемся к следующему матчу. Это пара интересная. Тоже будет Аталанта против Валентии. Сейчас закончится матч Ливерпуль-Атлетика, и мы с вами начнем уже разговор об другой паре. Аталанта-Валентия в реальной лиге чемпионов уже, если я ничего не путаю, матч ответный уже отыгрывали без болельщиков из-за коронавируса. А некоторые еще матчи даже 1-8 лиги чемпионов не были сыграны. Аталанта выходит вперед у себя дома. Аталанта классная команда по ходу прошлого сезона даже вот попала в Лигу чемпионов, заняв вторую строчку в чемпионате Италии. Замечательно стрельнули. Ну и вот пройдут они уже, ну точно, в четвертьфинал Лиги чемпионов, так как они еще успели до, так сказать, карантина этого, полной самоизоляции, они успели пройти именно Валенсию. Ну это замечательно. Увидим не Дениса Черышева, к сожалению, в четвертьфинале, а вот именно Ильичича, который там вроде 4 мяча забил Валенсии. Это просто было невероятно. Дерон забивает первый гол на стадии плей-офф. Ну и матч на этом, так сказать, не заканчивается. Запада замечательно здесь поборолся, дает передачу на Ильичича как раз. Ну и тот забивает, делает еще 2-0. И Аталанта уверенно поедет в Испанию на стадион Валенсии. Уже с замечательным преимуществом, уверенным, причем в два мяча. Ну и матч Аталанта в Валенсии заканчивается. Еще со счетом 2-0 мы перемещаемся в Испанию. Валенсия против Аталанта. В этом матче был забит единственный гол со стороны только Валенсии. Сейчас вы видите вот эту вот атаку, забивает Родриго. И все. 1-0 в пользу Валенсии. 2-1. Все так же еще держится в пользу Аталанта в двухматчевом противостоянии. Этот гол Родриго ничего такое и не решил. Потому что просто уменьшил преимущество Аталанта. Но все равно дальше именно у нас в лиге чемпионов. Со счетом 2-1 проходит в четвертьсинал Аталанта. По сравнению с 1-16 лиги Европы к 1-8 лиге чемпионов очень много забивают команды. На хронометраж это особо не скажется. Но все равно ролик такой плодотворный выйдет. Потому что тут и команд все-таки поменьше на самом деле. Но голов здесь очень много. Интересно. Матч следующий это Тоттенхэм против Лейпцика. Жузе Мауриньо возвращается в большой футбол. И снова для него английская команда. Только уже не Манчестерин этот и не Челси. А именно Тоттенхэм. С Тоттенхэм он неплохо начал. Но вот в реальной жизни Тоттенхэм, если я ничего не путаю, вылетели в 1-8 от Лейпцика. Лейпцик команда, которая играла на групповом этапе против Санкт-Петербургского Зенита. Заняли, если я ничего не ошибаюсь, первую строчку они. Потому что Леон занял вторую. И в Лиге Чемпионов попал как раз на Туринский Ювентус. Но вот Жузе Мауринь естественно радуется. Но я вам хочу сказать, здесь у нас очень интересная дальше будет развязка. Именно это будет в матчевом противостоянии. Али. Вот здесь замечательно дает пас. И Маура забивает, делает счет 2-0 в матче. И Тоттенхэм уже с такой хорошей уверенностью поедет на стадион Лейпциг. Где-то это мы уже слышали в сегодняшнем ролике. Но это действительно так. Вторая уже команда. Подряд, можно так сказать. Атланта в прошлом противостоянии забила два мяча дома. И вот сейчас Тоттенхэм забивает Лейпцигу. Очень хорошо отыграл Лукас Маура в этом матче. Отличился все-таки забитым мячом. Но 2-0 это очень уверенно. Играя дома. На новом тем более стадионе у Тоттенхэма. Тоттенхэм Ход Спорт Стадион вроде так называется. Ну и мы потихонечку перемещаемся к матчу уже в Германии. Лейпциг против Тоттенхэма. Тоже матч выдающийся, мне кажется, именно со стороны для Лейпцига. Сейчас поймете почему. Идет концовка первого тайма. Ну и здесь вот быстрая отдача вот такие. И забивает все-таки Лейпциг. Перед самым перерывом дает Упамикана. Открывает счет. В сегодняшнем матче уменьшает преимущество Тоттенхэма. Которое они заработали в прошлом матче. И забивает один гол. Но здесь не так, как в паре все-таки Адаланта-Валенсия. Валенсия тогда вот тоже забила один мяч. Но это ничего не решило. Здесь все-таки будет сейчас очень интересная именно интрига прям. Уже за мной действительно расстроен. Потому что все-таки ввели со счетом 2-0 в прошлом матче. Уверен, а вот здесь вот перед самым перерывом они пропускают с углового, да еще и от центрального защитника. Матч здесь не заканчивается. Под концовку на 84-й минуте замечательно здесь разыгрывает Лейпциг. И забивает Клостерман. Замечательная подача от Лайнера, если не ошибаюсь. Счет 2-2. 2-0 ведет Лейпциг в сегодняшнем матче. И в Лиге Европы в 1-16 всего лишь одна пара вроде сыграла свои два матча в ничью 0-0. И была тогда серия пенальти. Это АЗ против Ласка вроде играли именно у нас в нашей Лиге Европы. Здесь это будет действительно сейчас серия пенальти. Ничего не буду дальше говорить. Просто мы молча сейчас вот посмотрим, откомментируя только, наверное, удары. Потому что я-то знаю, кто уже дальше прошел именно в нашей Лиге Чемпионов. Поэтому. Ну, Клостерман замечательно отыграл. И защита. Лейпциг хорошо сыграл в сегодняшнем матче. Забив два мяча. Лукас Косерман правый защитник Лейпцига. И Упамикана центральный защитник. Ну, естественно, матч заканчивается. И у нас серия пенальти. Первый подходит к мячу Вернер. Ну и пробивает по центру очень уверенно. Люди, естественно, оттащит. Делиали. Паненко решил пробить, но Угуаски все-таки мяч отбивает. Холстенберг зарядил в небеса прям молоко. К мячу подходит Эрик Ламела. А он уверенно как раз закладывает этот удар. 1-0. Тоттенхэм повел. Ну и Сабицер промазывает, попадая в штангу. К мячу подходит Лукас Моура. У него не получилось забить. Как в прошлом матче. Потащил Гуаски. Ну вот Мункунку сравнивает счет. Но именно сейчас есть все-таки шансы у Дайра, у Тоттенхэма сравнять счет. И он это делает. Сравнивает счет. Ну и сейчас все будет зависеть именно от Кейпсика. Если они забивают, то они продолжают серию пенальти. Если нет, то на этом их путь заканчивается. Пульсен зарядил выше и все. Наша лига чемпионов проходит дальше именно Тоттенхэм. Со счетом 2-1 по пенальти. И в общей сумме матчей 2-2. Они сыграли. Вот по пенальти 2-1 побеждают и проходят в четверть финала. Но хотя бы здесь они у нас прошли. Мы перемещаемся к следующему матчу. Это Челси против Баварии. Тоже снова английский клуб противостоит немецкому. Но мне кажется здесь немного прям так ностальгия и нахлынуло. Потому что такое противостояние прям действительно Челси и Бавария. Действительно матч двух очень равных команд в Лиге чемпионов. Из-за того что из Челси ушел Азар это не помешало Челси во-первых пройти групповой этап. И вот замечательно еще и Оливье Жеру от штанги забивает здесь ударом головой. И выходит вперед Челси в домашнем матче Лиги чемпиона. Замечательно. Ноэр тяжело было сейчас потащить. Ну и все супер. Оливье Жеру вводит вперед Челси в двухматчевом противостоянии. В реальной жизни Оливье Жеру ни разу вроде как не попал по воротам в чемпионате мира 2016 года. Но уже два года друзья все таки прошло. И будем это вспоминать просто сами как факт. Матч заканчивается счетом 1-0. Мы перемещаемся в Германию. Потому что это еще не все. Бавария должна все таки либо громко хлопнуть дверью. Либо все таки сказать что они готовы дальше бороться. Замечательно. Вот эта вот передача сейчас была просто с фланга. И так же прям как Лейпциг забил. Прямо перед самым перерывом Бавария сравнивает счет. Вы просто посмотрите. Отдут передачу. И вот в одно касание как-то так нелепо. Но была отдана эта голевая передача. И Бавария сравнивает счет в этом противостоянии. Забивает Сердж Гнабри. Пропускает здесь Кепарис Абалага. Но сравнивает счет Бавария. Так счет и будет до конца матча. 1-1. Поэтому мы с вами ждем все таки уже серию пенальти. Две подряд серии пенальти. На этом серии пенальти закончится. Так что дальше мы вот уже отыграем все матчи. Ну так сказать уже с известными результатами. Пробивает Ливандовский. Пробивает он не точно. И к мячу подходит Джорджиньо. Ну и практически идентичный удар был. К мячу подходит Давид Алаба. Левый защитник Баварии. Ну и тут Кепа все-таки потащил. Второй удар Бавария не забивает. Пробивает Жиру. И он как раз забивает. Тьяго. Ну и потащил Кепа. Просто невероятно. К мячу подходит Виллиан. Удар. Нойер потащил. К мячу снова подходит игрок Баварии. То Геннабри. И вот сейчас есть шанс. Если забивает Аспелику. Это выходит дальше Челси. Если отбивает Нойер. То победа еще неизвестна. И Нойер отбил. Но сейчас именно все идет за молодым левым защитником Беном Дэвисом. Нет не Бен. Извиняюсь. Бен Дэвис и другой. Альфонсо Дэвис подходит к мячу. Удар. И Кепа тащит. И проходит вместе с Челси в четвертый финал именно нашей Лиги Чемпионов. В общей сумме матчей 1-1. Ну и вот на стадионе в Германии. На Альянс Стадиум. Они все-таки по пенальти выиграют со счетом 1-0. Мы перемещаемся к следующему уже матчу. Здесь интересное противостояние. Наполи против Барселоны. Здесь мы отсмотрим всего лишь один единственный матч. Это именно матч в Италии. Тоже замечательно разыгранный штрафной, можно сказать. Артур продвигается дальше здесь. И пробивает и 1-0 за 5 минут до конца. Супер. Барселона уходит вперед. Матч мы посмотрим, как я и сказал, единственный. Потому что в ответной игре Барселона на поле не было забито ни одного мяча. Но и это еще не все. Не единственный гол был в сегодняшнем матче. Так что мы чуть попозже с вами отсмотрим. Все. Артур минимально пока что благодаря ему голу Барса минимально ведет. Но гол еще, естественно, будет. Так мы бы уже закончили. 56-я минута. Вот здесь забивают Луису Суареса в штрафной. Фабиан вроде как нарушил. И будет у нас пенальти. После двух матчевого серии пенальти в матчах против Тоттенхэма и Лейпцига и Баварии и Челси. Здесь просто уже назначили в матче пенальти. Ну и забивает Леонель Месси. Делает счет 2-0. Последний пенальти был забит в матче именно это Мухаммед Салах в противостоянии Ливерпуль-Атлетико. Но вот здесь вот Месси забивает. Это был все единственный мяч аргентинца на этой стадии. Со счетом 2-0 Барселона выигрывает этот матч. И проходит в четверть финала у нас. Но в реальной жизни не сыграли еще ответную игру Барселона-Наполь. Ну а первую игру они сыграли вроде в ничью 0-0. Все, матч заканчивается. Это противостояние тоже. Мы переходим к последней уже паре. Матч... А, нет, извиняюсь, предпоследний. Реал против Манчестер-Сити. Мы здесь посмотрим один единственный матч. Именно на Сантьяго Барнабе. Потому что второй на Этихаде был сыгран ничью 0-0. Но именно это практически сыграло ключевую роль. Сейчас объясню почему. 44-я минута. Лука Модридж забивает. Выводит вперед мадридский Реал. Визитально здесь нарадуется. Почему бы и нет. Реал действительно попался в очень серьезный соперник. Сити. На стадии уже 1-8. Реал все-таки занял вторую строчку в своей группе. По итогам Лиги Чемпионов. Ну и поэтому... Попадается им мадридский... Нет, Сити им попадается, да. Под самый занавес прям матча забивает Рахим Стерлинг за Манчестер Сити. Сравнивая счет, забивая выездной мяч, который, друзья, как вы понимаете, все и решил. С этого единственного гола на 90-й минуте забивает Стерлинг. Делает счет 1-1 именно в матче выездном для Сити. Ну а уже в матче Сити Реал был нулевой счет 0-0. Поэтому Сити проходит дальше у нас благодаря тому, что вот забили. Вот это тут единственный свой гол Стерлинг с такой интересной подачей на 90-й минуте. Просто для Реала это что-то невероятно. Обидно, естественно. Надеялись они то, что могут забить на этих 1-1, но не получилось. И матч заканчивается счетом 1-1. И мы поздравляем Сити с тем, что они проходят в четверть финала именно нашей Лиги Чемпионов. Мы перемещаемся вот теперь уж точно к последней паре. Это Леон Ювентус. Но здесь мы тоже с вами остановимся на одном матче. Вот это единственный гол, который забивает Ювентус. Забивает именно никто другой, как Криштиану Роналду. А, нет, извиняюсь. Не Криштиану Роналду. Пало Дебало забивает, да. А Пало Дебало открывает счет в выездном матче Леон Ювентус. Матч так и закончится. Со счетом 0-1. Ну и ответная игра будет уже на стадионе. Альянс стадион только уже в Турине. Со счетом 0-0 она будет сыгран. Ну и вот этот единственный гол Пало Дебало все решает. Вот это вот тоже немножко уже обидно за то, что даже уже топовые команды, благодаря единственному мячу, прям как в Лиге Европы они как будто играют. Леон такая уж сильная команда, но Ювентус просто не смогли им забить даже больше. Как-то это тоже странно. Но матч заканчивается. Со счетом 1-0 побеждает Ювентус. И мы заканчиваем на это стадию 1-8. Вот она на ваших экранах. Команда недели. Лучшие 11 игроков на своих позициях. Без разницы даже если прошли или не прошли. Ну и лучшим игроком раунда 1-8 Лиги Чемпионов становится Лукас Моро. Его оценка 8-8. Ну что ж, друзья, большое спасибо за просмотр. Совсем скоро я отснимаю, я еще не снимал раунд 1-8 Лиги Европы. Ну и будем сидеть и ждать, как только пройдет жеребьевка, как только доиграют матчи и в 1-8 Лиге Европы, и в 1-8 Лиге Чемпионов. Сразу же мы начнем записывать уже раунд четверть финалов. Там уже матчи действительно поменьше будут, так что и выпуски будет намного легче делать нам. Пока что мы будем продолжать с вами заканчивать еще карьеру за Барселону. Там осталось пару матчей. Ну и будем продолжать карьеру за канал и карьеру за игрока. Также не забывайте заходить к нам на стримы. Скоро будет стримовая карьера за Манчестер Юнайтед. Так что всем спасибо, кто смотрел этот видеоролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик. С вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь до новых встреч, друзья. Всем до свидания. С вами был Игорь Негода.